Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Произошла с молодым человеком, но в этот раз, мне кажется, он настроен серьёзно. Сам по себе он ещё упрямый манипулятор. Как можно помириться и что делать? Ну, первое, на что хочется как-то обратить ваше внимание, да, что если вы называете человека манипулятором, да, то, как бы, волей-неволей возникает вопрос, а зачем тогда с ним мириться? То есть, ну, если вы считаете, что человек манипулятор, да, то получается, что вы хотите быть с манипулятором тогда. Но зачем? Чтобы быть жертвой? То есть, как бы, ну, вот, просто обычно, обычно как раз с манипуляторами хотят быть жертвой. Вот, это вытекает из системы отношений между людьми. Вот. И, соответственно, если у вас, например, есть основания думать, что человек, вот, ну, может манипулировать, то вполне возможно, что ссора, которая, вот, между вами произошла, именно ссора, она является результатом ну, как раз таки, манипуляционных аспектов, так скажем, вот. И это, как бы, нас, ну, это нам не дает по-прежнему, ответ на ответ на вопрос, вот, для чего нам, ну, такие отношения, зачем, вот. Понимаете, да? Поэтому, как бы, это первый момент, на который нужно обратить ваше внимание, по крайней мере. Следующий аспект, на который хочется, хочется обратить ваше внимание, заключается в следующем. Ссоры, вот, сама, по-самам, по-себе, ссоры, они происходят на ровном месте. То есть, как бы, ссоры, если она случается, она случается именно, вот, ну, так скажем, по, ну, по ряду моментов, да, по ряду компонентов, по ряду причин. И, как мне кажется, вам, именно вам, в первую очередь, ну, не знаю, для себя, попытаться понять, вот, именно мой склад в, ну, вот, в ссору, да, в конфликт, мой склад. Он какой? Это то, на что вам нужно обратить внимание. Потому что, в любом случае, если, если вы захотите помириться, в любом случае, если вы хотите что-то исправить, в любом случае, если вы, ну, захотите, вот, что-то изменить, поменять, что-то поменять, вам, в любом случае, нужно будет, как-то свое поведение, ну, менять, редактировать, да, и, вам, в любом случае, вам, в любом случае, придется, ну, что-то корректировать, в своих действиях, вот, а, чтобы понять, чтобы понять, что именно, вам корректировать, менять, но, мой взгляд, необходимо, понимать свой вклад в, собственно, в, а, конфликт, вот. А, сейчас вы этого не понимаете, Здесь я порекомендовал в первую очередь изучить вам психологическую игру. Скандал, ну вот, что есть, ну вот, для себя, ну посмотреть, что такое, в данном случае, психологическая игра, скандал, что она сюда поставлена, вот, ее поисследовать, несколько применить ее к себе, вот, что, на мой взгляд, является, является, ну, довольно важным моментом, да, довольно важным аспектом. И дальше уже опираюсь. Но вот, как раз, эту базу корректировать свое поведение. Других вариантов, ну, особо нет, потому что ссора, ну, не была бы, возможно, без вашего участия. Вот, поскольку ваше участие в данном случае очевидно, то ссора тоже, в том числе, я снова благодаря вам. Хотя бы потому что вы, вероятно, поддались на некоторые манипуляции со стороны вашего партнера, со стороны вашего молодого человека. Давайте разберем некоторые аспекта возникновения ссор. Что такое ссора? В самом простом смысле ссора – это экспрессия, то есть нечто, связанное с экспрессивным поведением. Возникает логичный вопрос – какая база у этой экспрессивности? Да. Почему? Экспрессия возникла именно вот. В данный момент с данным молодым человеком и у данного человека, то есть у вас. Экспрессия выполняет защитно-компенсационную функцию. Это значит, что, во-первых, ссора помогает людям от чего-то, например, защититься. Это первый момент. Второй момент – ссора помогает людям что-то компенсировать. Но не всегда понятно, от чего люди защищаются посредством и не всегда понятно, что компенсируют. Вот. Понимаете, да? Поэтому нужно здесь внимательно эту ситуацию исследовать. Как правило, защита происходит от сближения, от близости, от искренности. Там близости могут быть разные, как интимная близость, эмоциональная близость и так далее. То есть тут есть некоторые, скажем так, варианты, да, есть определенные варианты. И на это нужно обязательно обратить ваше внимание. От чего я, например, защищаюсь, вот. От чего я, например, сбегаю. Это важно. Что я компенсирую. Что я себе подавляю. Да? Вот. Ну, в случае с манипулятором, наверное, имеет место быть такая история, да, что какие-то темы у вас запретные. Какие-то темы у вас находятся, ну, в таком, в таком, может быть разрешении, да, то есть как бы. Ну, вот. И, соответственно, все это тоже влияет. Ну, и систематичность ссор, как бы это тоже показатель системности проблем. Следующий момент, то, что вы называете его прямо манипулятором, означает, как бы, что периодически ваши личные границы нарушаются. Да? То есть при манипуляциях личные границы человека оказываются нарушены и нарушены достаточно силы. Поэтому, чтобы человек не, как бы, влиял, скажем так, да, чтобы человек не влиял на отношения, на вас в том числе. Деструктивно, необходимо работать и с личными границами тоже. Вот. Чтобы манипуляции не имели какого-либо эффекта, какого-либо действия и так далее, и так далее. Одна раз. Вот. Это очень важно. Быть внимательным, внимательным, ну, в вашем случае внимательным, к своим личным границам. Вот. Да? Тогда вы будете чувствовать их нарушения и, соответственно, будете предпринимать меры для того, чтобы их восстанавливать. Вот. Важный момент, если мужчина знает, что вы им дорожите, например, им как-то чересчур, он знает, а будет, ну, вести себя, как бы, соответственно, еще пытаясь вас подчинить и, эм, навязать свою базицию, если вы боитесь его потерять. Поэтому, если подобный страх у вас присутствует, если вы действительно чувствуете, что боитесь потерять человека, если вы действительно чувствуете, что опасаетесь, ну, вот, потери, то вам необходимо с этим также поработать. Вот. То есть, чтобы, ну, не бояться, не бояться потерять человека, а человек не бояться, условно говоря, социально. Вот. То есть, определённая терапевтическая работа здесь, здесь, вероятно, должна быть проведена, как минимум, да? Вот. Вот какой-то такой взгляд на данную ситуацию я мог бы вам предложить. На этом всё. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи!